Вася, ты сегодня неотразим, впрочем, как и всегда, потому что в нашей студии нет зеркал, а вот в особняке... И отражаться негде. А в особняке Румянцева открылась выставка с той стороны зеркального стекла, зеркала в искусстве, литературе, кино, моде и интерьере. Каких экспонатов только там нет, а вот какие есть, знает наш коллега Ильдар Абитов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, северная столица. Вот оно, самое большое сохранившееся историческое зеркало. Площадь его 18 квадратных метров. Оно выполнено единым листом. Это, во-первых, большая редкость для 19 века, а во-вторых, оно настолько гигантских размеров, что для того, чтобы его сюда, в общем-то, вместить, необходимо было, в общем-то, снять часть стены возле оконного проема. В дверь это зеркало просто не проходило. Но вот подробнее об остальных экспонатах, представленных здесь, в особняке Румянцева, нам прямо сейчас расскажет директор музея Татьяна Михайловна Шмакова. Татьяна Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Я очень... Да. Пожалуйста. Я очень рада, что вы посетили нашу выставку, потому что она необычайно интересна. Идея ее создания, в общем, от большого зеркала до зеркал, которые были закрыты в этом доме больше 20 лет, она и привела нас к тому, что мы смогли создать вот этот уникальный проект. И вот мы сейчас, Татьяна Михайловна, зашли, продолжили тему больших зеркал и зашли в так называемый зал «Мираж». Чем он интересен? Я так понимаю, вот двумя зеркалами. Двумя зеркалами. Что это за зеркала? Это зеркала, которые... Это самые старые зеркала по времени. Они были созданы в 1884 году, когда была совершена последняя перестройка нашего дома. Потому что именно в этот период из Мариинского дворца сюда, на Английскую набережную, переехал внук великой княгини Марии Николаевны, вернее, сын внук Николая I, внук великой княгини Марии Николаевны. И вот эти зеркала, они ведь были долгое время скрыты? Да, они скрыты. Они были скрыты больше 20 лет. И вот на выставке они, получается, что сняли? Сняли... Вот сейчас вы видите фальшстены, которые обрамляют эти зеркала. После того, как 300-летию Петербурга не удалось завершить реставрацию этого зала, были открыты только парадные залы вот с зеркалом, значит, эти залы временно пришлось закрыть. Закрыли их на 20 лет. И вот идея создания зеркальной выставки сподвигла нас рассказать и показать эти два зеркала, которые блестяще показывают мастерство и создают... Мастерство, кстати говоря, вот мастерство известного зодчего Агюста Монферрана. И вот здесь есть экспонаты, которые вообще представляются на выставке впервые. Вот что? Это вот... Я правильно на него показываю, да? Да, совершенно справедливо. Это стол и кресла рядом, вы видите, созданные по проекту Агюста Монферрана. Но достопримечательно он именно тем, что столешница этого стола зеркальная. И очень долго этот стол находился в фондах нашего музея. И, так сказать, не было сил и средств для того, чтобы привести его вот такому экспозиционному виду. Именно для этой выставки работа была завершена, и он предстал как один из самых уникальных экспонатов собрания нашего музея. Мы... Вот у нас буквально остается несколько секунд. Мы давайте просто заявим еще то, что, в общем-то, зеркала предстают в разных тематиках и с разных сторон. Не только с мистической, но и, например, со стороны балов. Вот давайте, вот расскажите, пожалуйста, что именно? На выставке представлено больше 115 экспонатов. Они все связаны с зеркальным таким воплощением. И вот здесь великолепные вещи, которые сопровождали бальную историю. Это и веера. И веера, опять же, с зеркалами. И вот нам интересен, конечно, вот порт-букет, один из экспонатов. Вы мне за кадром сказали, что порт-букет – это, в общем-то, такая декоративная вещь, которую можно добавить в свой образ. Татьяна Михайловна, спасибо вам большое. Ну, а я, конечно, отмечу, что шесть залов особняка Румянцева. Обойти их за несколько минут у нас, конечно же, нет никакой возможности. Поэтому, друзья мои, мы вас с удовольствием приглашаем самостоятельно посетить выставку и оценить каждый экспонат. Коллеги, вам слово. За зеркалье Ильдар нам показал и немножко погрузил.